Вот так вот. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Сегодня мы находимся в Дмитрове на сборе юношеской сборной России под дзюдо. Юноши, юниоры сейчас совместный сбор проходят. Цель сбора. А цель сбора сейчас как бы у нас получается межсезонка. Основные соревнования закончены. Первенство Европы, которое прошло в сентябре, это у юниоров. И юноши летом закончили свой основной сезон. Вот сейчас межсезонка, то есть мы закладываем фундамент для будущей работы, для будущих турниров, соревнований. И сейчас у нас как бы такая базовая работа, фундаментальная. Здесь, как видите, и беговая работа у нас в такой парковой зоне. И работа общей физической подготовки. Это железо, штанга у нас, там гири. Значит, ряд у нас таких упражнений, которые мы уже опробовали при подготовках на Первенство мира и Европы. Вот. И как бы вот на этом этапе мы пытаемся немножко сменить обстановку, уйти от зала где-то, вот здесь в парке побегать. Потому что зал еще впереди долгая зима, еще все надоест, поэтому пытаемся их немножко так отвлечь от татами, хотя бы частично. С вами вместе и девушки или нет? Девушки отдельно? Нет, девушки. Это другая команда, и они тренируются по другому плану. Ну, то есть сейчас вот на этом сборе полный состав или первые номера только? Или там первая шестерка? Сейчас первые номера не все здесь, потому что как бы прошел трудный сезон. Многие ребята сейчас вообще учатся в институтах, где-то кто-то еще там юноша школу заканчивает. И не всех удается как бы вот в межсезонку подтянуть сюда на такие промежуточные как бы сборы. В отличие от национальной сборной, где хочешь не хочешь, там обязательные требования надо быть. Поэтому мы идем здесь уже индивидуально рассматриваем ситуацию каждого спортсмена. Ну, а после того, как сформируется, конечно, после первенства страны, уже сформируется, значит, состав, который будет готовиться непосредственно уже отбираться на первенство Европы. Там, конечно, будут более жесткие требования по участию в учебно-тренировочной сборной. Игорь Николаевич, вопрос такой, так как сейчас такой как бы межсезонье, то есть тренировки идут таком на сколько? 30%? 30%? Я имею в виду нагрузки или как они идут? Или она идет такая же, как... Нет, нагрузка... То есть ребятам даете как-то немножко отдохнуть, расслабиться? Нет, нагрузка 30% не идет никогда, во-первых. Потому что меняется единственное, меняется задача. Есть фундаментальный, значит, этап подготовки. Где меньше требований к специализации и к высокой интенсивности. Но основную базу, общий объем работы все равно они выполняют как-то. Здесь нет такого скачухи там по интенсивности. Не то, что по интенсивности, по каким-то требованиям нет скачухи. Ну, по объему какому-то. Есть объем, значит, они его выполняют. А то, что он не уменьшается однозначно. Ваше мнение по поводу расширения границ возраста. Сейчас вы слышали, что увеличился не до 17, сейчас до 18 лет возраст. То есть год прибавили. Как вы думаете, ну это позитивно, кажется, на ребятах? Или, ну, вообще на этом возрасте? И плюс еще прибавили возраст. То есть не только до... Раньше был до 17, сейчас будет с 2013 года до 18, да? Да, да. Для российской сборной это положительно? И 21 для юниоров, да? Положительно или как вы думаете? Ну, положительно, как бы здесь ничего плохого нет. Потому что это всемирная организация сейчас, федерация, они один год добавили. Естественно, над этим всегда есть проблема, значит, юниорского возраста. Когда они заканчивают, у них большой, как бы получается, вакуум такой остается. Им трудно сразу перестроиться и попасть во взрослую команду. И где-то 2-3 года они перестроятся. То есть у нас в Европе сейчас есть, скажем, до 23 лет соревнования ввели. Но в мире этого нету. Нету в Азии, нету в Америке. Как бы они еще над этим то ли размышляют, но сейчас они пришли к тому, что один год добавили к юниорам. То есть уже ближе к взрослой команде по возрасту. И может быть им не придется, и они поэтому и не вводят 23. Может быть придет время и Европейский Союз откажется от этого 23-летнего. Мы не знаем. То есть уже хорошо 21 год, где-то ребята закончат, 22 это уже практически взрослая команда. Ничего здесь страшного нет. Ну, в Дмитриеве сборы проходят регулярно или еще какие-то базы есть в подготовке, где вы ведете сборы тренировочные? Ну, база у нас, что касается фундаментальной такой работы, это у нас обязательно бывает где-то Среднегорье, Кисловодск. Или вот в этом году там, раньше мы ездили в Терсков, но что-то там где-то ситуация складывалась немножко политическая, не очень. Вот, и мы в Кисловодск вернулись, один год в Донбай. То есть обязательный и желательный, конечно, сбор для ребят, это где-то на побережье моря. Вот таких обязательных. В принципе, здесь все условия. Ну, в Дмитриеве очень часто, я заметил, проходят сборы. То есть здесь, в принципе, условия полностью соответствуют требованиям. Удобная, удобная. Как бы основная база, значит, советских времен сборной команды страны у нас была в Подольске, сборная команды СССР. Потом немножко там, она не то что, может, устарела где-то морально. Сейчас там ремонт ведется, планируется. И где-то в Подмосковье удобно здесь ездить на соревнования. То есть подготовка, Шереметьево рядом. Ну и базы ничего для ребят. Где-то они в куче. Здесь очень, значит, такой возраст, что надо за ними следить. Как бы в воспитательном плане здесь очень удобно. База все просматривается, везде камеры. То есть мы все время наблюдаем, знаем, куда они отлучились, во сколько пришли. И в этом плане, конечно, есть преимущества. В свободное время вообще есть у ребят какой-то, для личного какого-то там? У ребят выходной день, я думаю. В свободное время они используют для того, чтобы поспать, восстановиться. А выходной день чем занимаются обычно? В выходной прогулки по городу, это как бы стандартно уже. Никуда не уезжают, естественно. Мы пытаемся так сделать, чтобы они не отлучались далеко от города, скажем, Москву. Вот эти поездки излишние. Ну, чтобы обезопасить от разных приключений непредсказуемых. И поэтому мы пытаемся, чтобы они здесь были. А сбор продлится до которого числа? До 18-го, этот сбор до 18-го. До 18-го и потом вы ребят распускаете? Потом с 8-го по 18-й там большое количество ребят мы едем в Японию, влетим. Там будет тренировочный лагерь, да? Да, тренировочный лагерь такой на Барване. После этого, после новогодних, там планируется сейчас вроде бы Адлер совместно с взрослой командой. Ну и потом уже отборочный этап будет проходить в сборную команду, первая со стороны. И уже пошли турниры по рейтингу. Они уже отбираются на 50 евро. В составе сборной, вот сейчас вот эта юноша, которая сбор проводит, много ребят из Дмитрова? А вообще, как география спортсменов вот сейчас в сборной? А с каких городов, с каких регионов? Регион, это Северный Кавказ, это преимущественно уже как бы традиционно стал, особенно юношей. И у нас поэтому и медалей сейчас много ребят. Не много, скажем, а ребят с Северного Кавказа, с Южного Федерального округа на Олимпийских играх. Вот, поэтому и здесь у нас сборная также, и в основном Северного Кавказа, большинство и остальное все по регионам России, понемногу. Ясно, спасибо большое, все, не будем вас отвлекать. Тренируйте, а мы поснимаем немножко. Хорошо, хорошо. Так, Иваныч. Сколько, две, две с половиной минуты? Давай, нормально. Тренируйте, а мы поснимаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...